Я приветствую вас, уважаемые моделисты! Дождался я, наконец-то, очередную посылку с деталями для сборки модели автомобиля ЭКТО-1 в восьмом масштабе от издательства ИГЛМОЗ. Это третья посылка с номерами с 9 по 14 включительно. Из деталей этих номеров будет доделан двигатель и начата сборка передней подвески. Ну а чтобы не просто смотреть, как собирают другие, а самому насладиться процессом сборки данного портворка, подписаться на него вы сможете по ссылке в описании к данному ролику. В девятом номере будет собран карбюратор с корпусом воздушного фильтра. Забегая немного вперед, скажу, что корпус воздушного фильтра будет установлен после сборки 12 номера. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сделав подсборку и прикрутив всю мелочевку к карбюратору, зачищу его от облоя и покрашу. Я не знаю, насколько это правильно, но в группе по сборке в ВК увидел фото покрашенной крышки корпуса воздушного фильтра. Мне понравилось, как это выглядит, и я тоже решил покрасить. Сделаю немного пошарпанной. Для этого возьму пополируемую краску и отполирую с усердием до просвета черного пластика. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Покрашу винтики на карбюраторе и из алюминиевого скотча сделаю хомуты на трубке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Устанавливаю карбюратор на мотор, но корпус воздушного фильтра пока не ставлю, так как он будет мешать установке высоковольтных проводов от свечей к крышке трамблера. Продолжение следует... Прикручу воздухозаборник. В группе ВК его также красили в алюминий, но я не буду, мне не понравилось, как выглядит. В десятом номере будет собран и установлен корпус масляного фильтра и генератора. Кронштейн генератора выполнен из металла и двух элементов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Что генератор, что корпус масляного фильтра имеют чрезмерно длинный штырь, из-за чего не получается плотно их стянуть. Отрезав пару миллиметров, все отлично стянулось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 В одиннадцатом выпуске будут собраны и установлены гидроусилители ШКИФ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 12 выпуск заканчивает сборку двигателя. Будут надеты два ремня на шкивы, установлены высоковольтные провода и патрубки системы охлаждения двигателя. Добавил субтитров А.Кулакова Добавил субтитров А.Кулакова Кремния одевается следующим образом. Сначала надевается на генератор через дальний ручей, далее на гидроусилитель через ближний. Добавил субтитров А.Кулакова Чтобы высоковольтные провода держали форму и были не пустыми, скручу медную проволоку и вставлю ее в трубку. Прокладывать провода буду по схеме настоящего автомобиля. Ориентироваться на инструкцию не буду. Длину трубок буду подгонять по месту. Весь процесс подгонки и установки проводов показывать не буду. Смысл и так понятен. Добавил субтитров А.Кулакова Добавил субтитров А.Кулакова Теперь настало время прикрутить корпус воздушного фильтра. Добавил субтитров А.Кулакова Добавил субтитров А.Кулакова Давно собирался и все время забывал покрасить ручки масляных щупов. Добавил субтитров А.Кулакова Закончив сборку двигателя приступаю к сборке рамы и передней подвески. Добавил субтитров А.Кулакова Добавил субтитров А.Кулакова Подвеска выполнена из металла, что очень хорошо, так как модель будет большая и тяжелая, и запас прочности не помешает. Добавил субтитров А.Кулакова 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...